Народный адвокат, не омбудсмен республики решает эти вопросы. Эти вопросы решаются органами власти, которые составляют соответственно структуру офиса или центра и так далее. Это было политическое решение изменить структуру омбудсманства. Вместо четырех парламентских адвокатов существует два народных адвоката. Один, который руководит его офисом, и второй, как вы подчеркнули, по правам ребенка, по правам детей. В настоящее время, опять-таки, парламент не справился с задачей, не избрал, не назначил, вернее, пока моего коллеги по правам ребенка. Но это не означает, что офис не выполняет свои функции в этой области. У нас есть специальные подразделения, которые занимаются исключительно вопросами детей, и все обращения, все петиции, все случаи, которые мы сами находим и считаем, что нарушаются права детей, реагируем из нашего офиса. Я надеюсь, что в будущем, в скорейшем будущем, будет все-таки назначен адвокат по правам детей. Что же касается структуры, мы имеем четыре представительства. Имеем в Камрате, имеем в Бельцах, имеем в Кагуле, имеем в Варнице в соответствующем регионе. И по структуре, которую нам определили по органеграмме, вот по новому составу, предусмотрено вот столько таких функций, должностей. Но я должен вам сказать, что вот по Камрату у нас будет еще, есть сейчас одна вакансия, как у меня появится возможность ангажиривать людей, в Камрате будет еще один консультант по правам человека и свободам. И то же самое будет усилено и представительство в Бельцах, и представительство в Варнице. Что же касается объема работы, то я вам должен сказать, что деятельность и, в принципе, специфика всего вовсе отличаются от регионального. У нас по обобщению, по республике в целом совсем другая картина. Люди чаще всего обращаются по вопросам доступа к правосудию, по справедливым решениям и заключениям, которые принимаются судами. На втором месте это обращение, которое я получаю из мест заключения, из тюрем, где заключенные обращаются чаще всего по поводу условий содержания в заключении, по поводу тоже нарушения их прав, по поводу применения пыток и так далее, и так далее. И я же на третьем месте социально-экономические вопросы. Пенсии – это социальные и другие вопросы, которые нуждаются, люди нуждаются в защите. Я хотел подчеркнуть здесь не менее важный вопрос. Это вопросы соблюдения прав на жизнь, права на здоровье. Известны случаи, в которых народный адвокат сейчас отреагировал по поводу осуждения матери пятерых детей в Страшенах, по поводу случаев в семье Баштовой и так далее. И не менее важный сектор народного адвоката – это защита прав людей с ограниченными возможностями. Эти люди нуждаются в особой защите по всем параметрам. И в этом аспекте народный адвокат также занимается этими вопросами, исключительно исходя из нужд вот этих людей. Субтитры создавал DimaTorzok